Привет всем! Сегодня мы идем на очередное озеро под названием Карасиное. Оно скрывает в себе одну маленькую тайну, а точнее легенду, о которой я вам сегодня хочу рассказать. Влад, а у меня ничего нет. Иди у папы, проси. Злата, и как тебе так? Хорошо? Классно так, такой бассейн с водопадом для собаки. Ну супер! Такая вот лесная маленькая речушечка, скорее ручеек. Слышите, как псички поют? Такое лесное болото. Ой, ну злата. С черными штанишками пробежала. Вот это растение называется волчий ягодник. Оно очень ядовитое. И несмотря вот на такие нежные светло-сиреневые цветочки, оно действительно опасно. Вот таких вот пять цветочков могут привести. Ну если их нечаянно скушает кто-то, в том числе и животное, это может привести к летальному исходу. Проснулись наши младшие братья. Шипит слишком? Да, шипит. Они все время шипят, как котята. Ну что ты шу-шу-шу-шу? Я ж пробовать не буду. Шу-шу-шу-шу. Шипушка ты, шипушка. О! О, ничего себе! Сон-трава распустилась. На роде еще называют этот цветок котелок. Мы тут идем на такое маленькое болотце. Посмотрим. Хотим найти богульник болотний. Ну вот. Вот это вот так выглядит богульник болотний. В общем, народ его дурманом называют. За то, что у него дурманящий запах. Особенно во время цветения в начале июня. Когда он цветет красивыми белыми цветами. И стоит запах. Такой одурманивающий запах он имеет за счет содержания в себе большого количества эфирных масел. А еще он известен своими лекарственными свойствами. В народной медицине его принимают как отхаркивающее средство при бронхитах. При ревматизме при мочке делают. А также очень хорошо выгонять разных насекомых, комаров, блох, моль. Просто брать веточку, поджечь вот этим вот дымом. Либо толочь порошок сушеный. И тоже посыпать в тех местах, где ползают разные твари, там муравьи. Всякие. Всякие-всякие лишние насекомые, которые нам не нужны. Вылезли жучки со своей зимней спячки. Ребята, мы пришли на то место, где в прошлом году собирали клюкву. И посмотрите. Сейчас апрель. Сейчас апрель. И клюква очень сладкая. Но мы пришли не за клюквой. Здесь, значит, такое болото. И вот это вот озеро. Называется Каросиное. Это озеро овеяно легендами. Точнее, одной очень интересной легендой, о которой, я уверена, никто не знает. Вернее, знают, но не многие. И вот я сейчас стою, конечно, между кочками. Если мои ноги не провалятся, то это будет замечательно. Ну, в чем суть моего рассказа? Значит так, о легенде, которую мне поведал очень-очень старенький, старенький мужчина лет 20 назад, когда я здесь собирала клюкву. Существует легенда, что когда-то в далеком 1812 году, когда наполеоновские войска завоевывали Курляндию. Значит, их дивизии рассредоточены были, в принципе, по всей Латвии. И также не пропустили они нашу Краславу. Естественно, что шли здесь. И здесь за озером проходит Екатериновская дорога. Конечно, сейчас она заросла, и я вам покажу этот фрагмент, по которому можно определить, что там была дорога. Значит, в 1812 году, я думаю, это было осенью, когда они отступали. Получив поражение, они шли с награбленным сокровищем, которое награбили по пути в России. И у них было много золота, серебра и прочие утвари, которые они награбили в церквях, храмах России. Их дорога проходила за озером, потом она шла вот здесь. Сейчас, конечно, все заросло, и мы ничего не видим. И вот здесь шла повозка, запряженная лошадьми, которая везла большой золотой крест. И так как нужно было очень быстро возвращаться на родину, и не было возможности взять с собой награбленное, в том числе этот большой крест. Было принято решение утопить его в этом озере. Вот. И рассказывал, значит, этот мужчина, что еще до войны они здесь бегали детьми, собирали ягоды, грибы и видели, как на краю торчало, дышало от телеги. И сама телега ушла в ил. И, значит, идем дальше. С этого озера идет вот такой, на первый взгляд, созданный природой овраг, по которому весной немного даже ручеек бежит. Но это искусственно созданный овраг. И мы сейчас по нему пройдемся, и я расскажу, кто его создал. Примерно в 1832 году, это как раз на то время имением правил граф Адам Платтер, он занимался археологическими раскопками. Он принял решение, что сделать, выкопать ров и выпустить озеро для того, чтобы достать этот крест. Здесь трудилось очень много рабочих. Естественно, они это копали вручную лопатами. Для того, чтобы спустить воду из озера, копали ров под наклоном. Вот видите, чем мы дальше идем, тем ров становится глубже. Конечно, еще буреломы те. Так вот, продолжаем путь. И вот видите, мы уже наблюдаем довольно глубокий ров. Чтобы понять всю эту глубину, я решилась пройти по дну так называемого искусственного рва. Вот видите, здесь такие заросли. Ну вот это продолжение. И сейчас мы скоро подойдем к концовке. Ну вот и вода вытекала в эту низину и наполняла вот там существующее уже болотце. Оно и сейчас там болотце. Вот это вот конец вот этого рва. Чем закончилась история? Достали ли они крест? Говорят, что нет. Потому что, когда стала вытекать вода из озера, то есть никакой уровень не падал. И, как оказалось позже, у озера есть подводные источники с очень ледяной водой, которые, в принципе, озеру не дадут высохнуть, испариться, а также выкачать с него воду невозможно. Вот такая вот история. Хотите верьте, хотите нет. Легенда, она и есть на то легенда. Хочу вам показать фрагмент Екатериновской дороги. От нее остались только две канавы. Вот одна канава, а вот вторая. Это такой вот единственный ориентир, по которому можно понять, где она проходила. Ну, в общем, по этой вот дороге Екатерина ездила из России в Ригу. Подошли с обратного стороны озера, и тут такая красивая панорама открывается. То есть, пожалуйста, три пенечка, сели и смотрите представление, которое нам показывает природа. О, на втором берегу даже рыбаки. Рыбу ловят. Сейчас попробуем подойти к берегу озера. Если здесь не будет мокро. Какие тут заросли. Тросинки такие, только ходят рыбаки да косули. Смотри, работа бобрика. Да? Работа бобрика. Где? Ну, вон, 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 вон. А-а-а-а. Ага, вот это. Тут бобер очередные ловушки настроил на тропинке. Это загнала на дерево. Вы ж гляньте. Вы ж гляньте. Кто это? Боже, Янис, это кто? Да я не знаю, по-моему. Иди сюда, вот ко мне, Инга. Норка или? Вот по этой стороне. Вот по этой стороне. Очень характерно видно. Или хорёк, или ласка, или кто это? Это не ласка. А-а-а. За большое это дело. Боже, он замер бедный. Бедная норка. Что там за пруда? Хатка бобровая. А почему бывшая? Он её бросил? Да. Злата, ты тоже так считаешь, что тут нет бобра уже? Ну, что-то она, да, тут нюхает. Говорит, всё-таки я проверю. Всё-таки я проверю. Ну, как там есть? Дух бобровый. Плата. Замерла. Извечает. А, ну да, тут дороги уже нету. Ну что, всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех начинаниях. Не унывайте и будьте счастливы. Удачи! 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 Удачи!